Привет, дорогие друзья! Постоянным зрителям моего канала уже знаком этот ушастик по имени Оладушек. О нем, о его истории я подробно рассказывал в видео «Исповедь киллера». Сегодня покажу на его примере, как я выгуливаю своих питомцев в новом вольере на улице. Находим промежуток между дождями, чтобы хоть немного подсохла трава, и выпускаем животных в вольер порезвиться. Кошки у меня постоянные посетители тут, а вот нутрии и кролики пока гуляют сменами. Кот-панда сразу же всем предлагает поиграть. Он очень ласковый, игривый и совершенно беззлобный. Он не заигрывается, как тот же Рыжуля, но поэтому я его и оберегаю особо, так как он слишком доверчивый. Они дружат с Оладушком. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитрыynn Justine Рыжуля — это противоположность панды. Это такой чекист-политрук, внедрённый, который, наоборот, ко всем, кроме меня, пожалуй, брата и мамки, относится с плохо скрываемым недоверием. И жуткий трусишка. Муся, ну что Муся, она знает, что она среди них главная, по умолчанию, это все признают и никто не оспаривает. Поэтому она деловито всех обнюхивает, оценивает ситуацию и сразу уходит наблюдать издалека. С видом, что у меня ещё столько дел. Оладушик-кролик очень спокойный. К счастью, он не имеет привычки постоянно есть траву с газона, иначе пришлось бы его как-то ограничивать. Но он даже не порывается пробовать. Он просто гуляет, резвится, принимает солнечные ванны. Собственно, для чего я их и выпускаю выгуливать. Часть вольера у меня затенена зелёной фасадной сеткой в два слоя, и у животных всегда есть возможность отдохнуть от солнечных ванн в теньке. Там же стоит миска с водой. Кошкам кролик относится совершенно спокойно, как и они к нему. Мои кошаки вообще, к счастью, не имеют привычки трогать домашнюю живность ни взрослых, ни мелких. Ну, разве что Рыжулю иногда приходится одёргивать, чтобы он не тянул свои когтистые лапки к мелким крольчатам. К совсем мелким. Ну, ему просто интересно. А вот если панда совершенно не умеет выпускать когти, только если теряет равновесие или куда-то карабкается, то Рыжуля когти, конечно, выпускает. Но месячным крольчатам кошки уже никакой опасности не представляют. Ну, и Рыжуля, этот рыжий разбойник, тоже не прочь попроказничать. Они с братом часто начинают игру, дёргая друг друга за шёрстку, часто даже выдёргивая небольшие клочки, и после этого начинают бороться, играть, гонять друг за другом. С кроликом они пытаются проделывать то же самое. Надеюсь, что он поддержит их игры и тоже они смогут порезвиться. Но я это обычно пресекаю, кролик в таких играх обычно не участвует. Ну, вот так что Рыжий разбойник у меня тоже иногда хулиганит. Вот, кстати, клочок рыжей шерсти. Видимо, это панда из брата выдернул, когда они тут боролись. Для моих котов это обычные шалости. Но это только друг с другом. И, ну, вот с другими животными, там, нутрии могут дёрнуть за шёрстку. Кроликов тоже пригласить к игре. К Муси никто с такими глупостями приставать не будет. Даже мысли такой вот в голову ни одному ещё не пришло. Авторитет Муси непререкаем. Хотя она и самая маленькая среди них. Если Муся решит, что сыновья засиделись, она без всяких заигрываний просто начнёт мутузить обоих. И она справится с ними. Пока вот сама она не решит, что тренировка сыновей закончена, тогда она их отпускает. Иногда, наблюдая за тем, как Муся переламывая сопротивление более крупных противников просто раскладывает и заставляет позорно бежать своих сыновей, невольно приходит на ум сравнение с мастером единоборств, который пришёл в любительскую секцию в доме пионеров. При том, что Муся очень компактная девочка. Она весит всего лишь чуть больше трёх килограмм. А тот же Рыжуля уже шесть килограмм наел. Продолжение следует... Продолжение следует... Оладушек кролик совершенно невозмутимый, но не зажатый, не пугливый. Просто он интроверт. Такой интроверт под защитой судьбы. Мне импонирует его спокойствие. При этом он может, как и все кролики, на прогулке подпрыгнуть, поскакать немного, но без показного азарта. Меня он тоже воспринимает очень спокойно. Он может подойти сам, подставить лоб для поглаживания, но без фонтана восторга, когда кролик радостно выпускает струю радости. Нет, Оладушек сдержан всегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Пока в вольере нет нутрий, кошки полностью оккупируют все три ярунда. Яруса вольера, включая землю, занимая даже нижние домики. Но когда в вольер приходят гулять нутрии, то кошки благоразумно перебираются повыше и занимают средние и верхние ярусы, специально оборудованные полками деревянными. А также там установлены три домика, но кошки летом в домиках не сидят, во всяком случае. А Оладушек тоже домиками не интересуются, ну так, обнюхает постукку поскольку и все. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Как я уже говорил, когти Оладушку я никогда не подстригал и не подстригаю сейчас. Он пока просто не давал повода. Поэтому он вполне у нас вооруженный товарищ. Когатки у него достаточно длинные и острые. Но, к счастью, Оладушек не имеет привычки нервничать, брыкаться и отбиваться лапами. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Конечно же, все животные у меня, особенно кошки, очень хотят внимания хозяина, хотят на ручки, хотят поурчать на груди, но хозяину надо тоже работать, очень много дел, поэтому чем сидеть животным дома, лучше просторный вольер, солнце, воздух, зелень. Ну а на ручки хозяин всех обязательно возьмет вечером, каждый будет поглажен, почесан и будет возможность поурчать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На этом на сегодня все друзья, спасибо за внимание и до новых встреч на канале Фермер-Одиночка.